Но обычно я советую ребятам, когда вы идете на интервью с кем-то, вас же приглашает кто-либо и говорит, что у вас будет собеседование проходить с Анастасией Поляковой или с Анастасией Филатовой. Я бы посоветовал просто зайти как минимум в Facebook и посмотреть, кто такая Анастасия Филатова. А может у вас есть общие знакомые, общие друзья, общие интересы, чтобы получить социальный портфель человека, с которым вам предстоит общаться. Это если мы говорим про человека. Если у вас будет собеседование с несколькими людьми, не поленитесь, узнайте с кем, кто еще вас будет собеседовать. Ну, вдобавок, понятное дело, что если мы идем собеседоваться в какую-либо компанию, не помешает узнать об услугах, товарах, чем они занимаются, их конкурентах. И чуть детальнее попозже обсудим. Но первое, изучи профиль того, с кем тебе предстоит встретиться. Ну, это как сходить, не знаю, на свидание или как пойти в какой-то Network Club и заранее узнать о том, с кем тебе предстоит встреча и какие у них интересы. Говоря о том, как правильно и успешно готовиться к собеседованию, первое, с чего следует начать, это изучить продукты и услуги, которые предлагает компания. После этого я настоятельно советую изучить их основных конкурентов. Если делают это не они, то еще кто еще это делает. И дальше понять, окей, а вот на рынке, на локальном, в котором мы трудоустраиваемся, какая доля рынка у компании, в которую мы идем. Если у них доминирующее положение, это классно, потому что будет бюджет на хорошие проекты, бюджет на развитие, на маркетинг. Если мы понимаем, что эта компания играет в хвосте, значит они, скорее всего, будут экономить на всем и стараться получить за копейку канарейку. Это также будет отражаться и на вашей будущей зарплате. В принципе, это из доли услуг. Неплохо было бы проверить еще на финансовую устойчивость. Сейчас есть очень много открытых баз, где можно посмотреть бухгалтерские отчетности. И если мы видим, что компания зарегистрирована в месте, где зарегистрированы еще 4000 компаний, то, наверное, что-то с этой компанией не так, и это какая-то серая фирма. Значит, все очень просто. Когда мы приходим на собеседование, очень важно прийти немножко заблаговременно. Минутно за 10-15. Прийти за 10-15 минут, спокойно зайти в офис, освоиться, привыкнуть к помещению. Помимо этого, у вас есть два варианта. Либо вы ждете на диванчике, вот в приемной, либо вас провожают в переговорку. Если вас провожают в переговорку, тут проблем нет, вы сидите, вы можете открыть какую-нибудь любимую книжечку или еще раз посмотреть какие-то продукты, услуги, что предлагает компания. Если, опять же, вы сидите где-то в приемной, то у вас будет где-то примерно полторы-две минуты с того момента, когда вас встретит рекрутер и будет провожать до переговорки. Это отличное время, чтобы рассказать какую-то интересную историю или просто неформально по-дружески пообщаться. Это называется icebreaker. Такие вот полторы-две минуты, где вы можете откалибровать ваше настроение и прямо настроиться на один тот же дружеский лад. Вот тут важная задача, чтобы как только вы зайдете в кабинет, вы уже как будто были друзьями, которые знают друг другу уже сто лет и просто пришли по-дружески там поболтать насчет очередной позиции. Слушай, можно пойти там, сделать ход конем, просто спросить, слушайте, а расскажите, как у вас дела? Как у вас дела в фирме? Неделя хорошо началась? Любые отвлекающие вопросы или, не знаю, попросить рассказать, слушайте, а что нового у вас в компании? То есть что-то, что отведет человека от позиции. То есть перед тем, как начать разговаривать о деле, вы должны ввести некий такой дружеский настрой, дружеский тон. Это сильно помогает снизить напряжение. Не надо придумать никаких историй, там, представьте, что ваш рекрутер голый или что-то такое. Это не работает. Просто вы должны там вот найти вот этот френд какой-то там, френд-вейв, настроиться на него. И все, дальше уже прям все пойдет по маслу. Но самый главный совет, скажем так, это все нарабатывается с опытом. То есть, чтобы не волноваться на интервью, просто на них надо ходить. Навык прохождения интервью, это как мышцы. Ее нужно регулярно тренировать, чтобы она была в тонусе. Если вы очень боитесь попасть там, завалить интервью в этой компании, ну окей. Допустим, что это там A-Star какая-то компания, да, самая лучшая в своем сегменте. Но окей, если вы очень сильно переживаете, сходите в какие-то другие компании, которые уровнем пониже. Потренируйтесь на них и уже придите туда уверенным. Я вам больше, более того скажу, когда вы придете туда, вы будете знать их основных конкурентов, их линейку продуктов. И по сути, вы придете туда сильно подготовленным сознанием всех их конкурентов и тем, как они отстраиваются от своего ключевого конкурента. Когда человека спрашивают, расскажите о вас, не надо растекаться мыслью по древу и начинать с того момента, как вы родились, переехали в этот город. Есть четкий алгоритм. Сначала мы говорим, здравствуйте, меня зовут Гарри, мне 25 лет, я работаю таким-то, таким-то. А я окончил, называем название университета в таком-то году, далее устроился на такое-то место работы. Опыт работы делится на несколько категорий. Сначала мы говорим, когда мы рассказываем про опыт работы, мы говорим, первое, мои обязанности, чем я занимался. Второе, кому я подчинялся, то есть я работал бухгалтером, подчинялся главному бухгалтеру. Третье, если мы понимаем, что мы не единственный бухгалтер, а кроме нас были еще другие бухгалтера, неплохо будет поделить. А вот окей, я был бухгалтером, за какой участок работы я отвечал? Я был бухгалтером, отвечал за компенсации льгота. Я подчинялся главному бухгалтеру, отвечал за начисление заработной платы, отвечал за своевременную отправку платежей. Дальше мы говорим о том, сколько мы там проработали. Окей, мы там проработали два с половиной года. Тогда логичный следующий вопрос. Окей, а за два с половиной года чего мы достигли? И мы излагаем буллет-поинтами раз, два, три, вот мои достижения. То есть обязанности, кому подчинялись, какую позицию занимали в иерархии, сколько лет работали и какие достижения. А дальше, если мы переходим на следующее место работы, говорим, почему нас это место не устроило. И логически переходим к следующему месту работы. Рассказываем в обратном, в хронологическом порядке. От самого старого места работы до самого релевантного. Однако есть кандидаты, у которых, например, там 10-15 мест работы. В таком случае я рекомендую сконцентрироваться на трех последних местах работы, потому что именно они являются наиболее релевантными. Это именно те места работы, из-за которых вас позвали к себе, а не потому, что 10 лет назад вы были секретарем. Тут бывают две истории. Первое, мы не поняли вопрос. Второе, мы поняли вопрос, но не знаем ответа. В случае, если мы не поняли вопрос, есть хитрый лайфхак, который позволяет не выглядеть глупым. Мы просто переспрашиваем тот же вопрос своими словами. Например, человек спрашивает что-то про снижение затрат или что-то такое, и я не совсем понял, что он имел в виду. Я говорю, Сергей, а подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вам интересно, какие инструменты я использовал, чтобы снизить затраты на 17%? Если этот Сергей говорит да, я начинаю отвечать на этот вопрос. Если нет, Сергей сам перефразирует это простыми словами. Мне несложно будет ответить. В случае, если мы реально не знаем ответа на этот вопрос, ну как бы тоже опять же две функции, две истории. Первое, мы должны были это знать, но мы не знаем, или это академическая какая-то история, не знаю, там, назовите какое-нибудь там произведение Бетховена, и мы реально это не знаем. Если это относится к нашему делу, и мы это не знаем, очень плохо, это реально тупиковая ситуация, и тут лучше попытаться аккуратно ответить на какой-то смежный вопрос и уйти от темы. Но талантливый рекрутер, естественно, переспросит и задаст вопрос в лоб, и это будет уже наша ошибка, нам нечего будет ответить. Тогда можно будет честно признаться, что вы знаете, на данный момент я не готов дать четкий ответ, но к следующей нашей встрече я обязательно подготовлю эту информацию и буду готов с ней поделиться. То есть мы говорим, что нет, но даем решение. В случае, если это какая-то академическая история, не знаю, посчитать расстояние отсюда до Луны, а вы знаете сколько это, говорю, вы знаете, на самом деле это абсолютно не профильное, и вот я не в состоянии знать все, но если это действительно очень важно для работы, я могу к следующей нашей встрече это узнать и вернусь к вам с обратной связью. А по поводу вранья и преувеличения у меня есть замечательная история. Я сам в пятнадцатом году окончил экономический факультет МГУ и со мной вместе учился один очень пробивной студент, но очень тупой, невероятно тупой, но он прям своей настойчивостью и упорностью и наглостью пробивал стены. И как-то раз мы все выпустились и он написал, значит, на личную почту генеральному директору АФК системы. Это очень такая крутая компания, которая управляет компанией МТС, МИДСИ, Детский мир. Он написал ему на личную почту, привет Владимир, меня зовут Такта, я еще сейчас работаю, помоги мне трудоустроиться. Вот, достаточно амбициозно и достаточно рискованно такой высокие ставки, либо ты летишь в трубу и попадаешь в черный список, либо тебя реально оценят за наглость. Вот, так же получилось, что да, его оценили за прям такую наглость и взяли на работу, то есть написали главному HR о том, что возьмите его на работу. Ему скинулись список вакансий и когда он посмотрел список вакансий, он понял, что не подходит ни на одну из позиций, потому что ему не хватает знаний там SAP, Excel на уровне создания SQL-запросов и прочих. Но он решил с трекор бы наврать в резюме, там навру, а там посмотрим, главное получить работу и закрепиться. Что я хочу сказать, прошло два месяца, и спустя два месяца его уволили с треском с записью в трудовой книжке о том, что он не соответствует занимаемой должности. А это такое, знаете, вот как клеймо на бычках, остается на всю жизнь. Вот, это история о том, как не надо делать. Действительно было обидно и когда я услышал эту историю, я сначала не поверил, но это прям, это жесть, понимаете. Врать и врать и врать стоит только тогда и только тогда, когда вы сто процентов уверены, что никто никогда не узнает эту правду. Но, как говорил Сократ, все тайное рано или поздно становится явным. Преувеличивать стоит тогда, когда вы уверены, что к моменту выхода на работу ваши эти преувеличения могут быть сглажены. Условно говоря, вы заявляете о том, что вы знаете английский язык не на уровне там intermediate, а на уровне advanced или upper intermediate. но вы понимаете, что просто ниже upper intermediate не берут. Но вы очень хотите попасть туда. Или нужен Excel на уровне там создания сводных таблиц, а вы просто знаете Excel. Вы можете немножечко преувеличить, сказать, что я это знаю, но только с тем условием, что к моменту выхода на работу вы обязательно пойдете на курсы Excel и вы выучите эти сводные таблицы. Вот тогда это можно сделать. Про недостатки нужно говорить относительно честно. Скажу как. Не надо говорить о том, что вы иногда любите там употреблять наркотики или не знаю, в детстве вы украли из магазина там, в детстве вас там ловили за воровство. Этого точно не надо говорить. Радикальная честность нам тут точно не помощник. Но в то же время не надо создавать образ такого, знаете, покорного раба. Просто есть люди, которые говорят, ваши недостатки. Вы знаете, я очень трудолюбив. Знаете, прям, я люблю переработки. Я люблю оставаться до вечера, до поздна в офисе. И сразу у меня возникает такой флешбек. Египетские пирамиды и такие, знаете, рабы, которые тащат эти камни. О, как я люблю эти переработки. Вот. Не надо создавать такой образ. В него никто не верит. Вот. Это очевидная ложь. Говорите какие-то недостатки, которые, опять же, могут быть исправлены со временем. Говорить о том, что у вас проблемы с тайм-менеджментом, ну, наверное, не стоит. О том, что вы плохо считаете в уме, тоже, наверное, не стоит. Говорите что-то, в чем вы, например, сейчас не сильны, но можно исправить. Например, если вы, там, графический дизайнер, скажите, что вы инструмент какой-то еще знаете не до конца. Но это можно исправить. Читать? Скорее всего, я бы посоветовал учать разные телеграм-каналы. Я бы посоветовал читать Гарвард Бизнес Ревью. Все, что связано с управлением персонала. Там реально отличная публикация, отличные кейсы. Однако, если вы хотите чему-то научиться, то вряд ли вам поможет какая-то литература. Литература – это, скорее всего, инструмент для укрепления уже действующих скиллов. Но чтобы получить эти скиллы, вам просто как минимум нужно найти работу. Даже если она мало опролачивается, идите. Идите, попробуйте руками, поделайте это ручками, а уже дальше читайте книжки о том, как это улучшать и делать. Я видел очень много HR, в которых начитаются книг о том, как круто рекрутить, выходить на рынок труда и просто теряются, когда они понимают, как успеть закрыть 8 позиций за 1 месяц. Просто почитали книг о том, что да, есть высокая эффективность управления процессами, но это все не работает, пока вы руками не попробуете, пока вы не сделаете по 40 звонков в день и не набьете руку. Для ребят, которые только-только хотят построить свою карьеру в HR, я искренне советую начать свою карьеру с HR-агентств. HR-агентства – это круто, потому что у тебя одновременно валится на тебя большой поток вакансий, причем из разных агентств. Сначала ты закрываешь для нефтянки, потом ты закрываешь для диджитала, потом для производственных позиций, а затем ищешь секретарей. Имея опыт закрытия разных вакансий для разных индустрий, со временем вы начнете понимать, в каком направлении вы хотите развиваться. Вы хотите заниматься HR-консалтингом, или хотите уйти в in-house, или стать HR-бизнес-партнером, или наоборот, хотите освоить широкие знания и стать HR-дженералистом. То есть опыт закрытия позиций даст вам возможность за короткое время набить руку и за 2-3 года понять, в каком направлении вы хотите развиваться. А еще очень советую ходить на разные HR-конференции, ну и следить за новостями каких-то хедлайнеров вашей индустрии. Если это Армения, то это Staff.am, если это Россия, то это там новости Headhunter и их конференции. Это очень круто, потому что у вас там будет возможность познакомиться с другими такими же HR-ами, как и вы. А возможно HR-ами, которые уже прошли этот этап, который прошли вы, у которых можно легко спросить совета на те или иные там подводные камни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова